Предложения для инвесторов есть и у местных жителей. К примеру, Рашид Суров занимается в Лазаревке ипотерапией. В поселке Магри врач планирует открыть центр, где по уникальной методике намерен заняться реабилитацией детей-инвалидов. На сегодняшний день земельный участок, на котором Рашид развернул работу, он арендует. С выкупом пока загвоздка. С Челябинска у нас четыре ребенка, с Волгограда у нас семь детей приезжают к нам. С Ростова дети приезжают к нам. Вот уже три года мы занимаемся немного. И массаж, и ипотерапия. И результат очень-очень положительный. Если бы кто-то помог бы нам выкупить или помощь в предоставлении участка, то, конечно, нам было бы легче намного. Руки у нас есть. Мы сами можем работать. Мы и огородим, и построим какие-то помещения для занятий ипотерапией. Проложим дорожки свои и будем на этих дорожках прокатывать детей. Инвестиционную привлекательность в своей деятельности видят и сотрудники тепличного хозяйства «Верлиока», что в якорной щели. На трех гектарах закрытого грунта здесь выращивают огурцы. В прошлом году урожай составил 870 тонн. Реализуют овощи только в Сочи. Но в теплицах готовы работать более масштабно, чтобы культивировать и другую плодово-овощную продукцию. К тому же свободные земли у предприятия имеются. А это ни много ни мало – 15 гектаров. Чтобы нам, допустим, выращивать томаты, нам нужны шестиметровые теплицы. Мы своими силами не можем этого сделать. И эти теплицы уже и конструкции устаревшие, и перейти от стекла к какому-нибудь другому материалу. Вот для этого нам нужны деньги. И увеличить площадь. Потом построить теплицы чисто для зелени, для клубники, для лимонов. Ну, чтобы хоть как-то по городу какой-то минимальный спрос обеспечить. Инвестиционные проекты нужны городу, в том числе для увеличения доходов в бюджет. Затраты муниципалитета увеличиваются. Город строит школы, детсады. Чтобы восполнить расходы, в городе нужно усилить работу по поиску инвесторов, отмечает мэр. Нам необходимо сделать так, чтобы появились новые рабочие места. Нам необходимо сделать все для того, чтобы появились объекты, которые будут платить налоги и давать прибыль. И, конечно, здесь, Сергей Николаевич, главная задача – это Лазаревский район. Потому что Лазаревский район все эти 8 лет особо не развивался, особо инвестиций не привлекал. Огромный потенциал есть у Дагомыса, у Головинки, у Аше. Земель сколько неэффективно используется. А есть и земли, которые вообще не используются. Поэтому я хотел бы у вас узнать, как вы готовитесь к инвестиционному форуму, который пройдет в феврале 2019 года. И какие проекты мы инвестиционные будем выставлять на форуме, чтобы привлечь инвесторов для развития Лазаревского района. Анатолий Николаевич, ту задачу, которую вы перед нами поздравили, развитие Лазаревского района, мы ее выполняем. И выполняем, я считаю, в настоящее время в полной мере. Мы разработали по северной территории два хороших сквера. Можно расположить здесь кафе, ресторан. Кроме того, у нас есть предложение, Анатолий Николаевич, по северной территории. Это всесезонные альпийские горки. У нас есть эскизные проекты. То есть протяженность этих горок мы территорию отработали. Хаджико территория – это три километра. И Аше территория, горный спуск – это порядка полутора километров. Привлекательность будет очень серьезная. Проектная документация готовится и по зимнему аквапарку. Еще один грандиозный проект – реконструкция набережной Псы-Зуапсы со спорткомплексами, детскими площадками и ресторанами. Кроме того, в Лазаревском готовятся три территории под яхтенные марины. Вы правы, Анатолий Николаевич. Именно с вашей подачи мы и начали в 2018 год развивать именно Лазаревка. Администрация Лазаревского района очень серьезно подошла, потому что они практически проинвентаризировали все свои резервы, все свои мощности района. И я думаю, что в ближайшее время конкретные какие-то проработанные проекты должны быть уже. Я думаю, что вы на правильном пути. Эти все инвестиционные предложения должны быть, в первую очередь, известны жителям города Сочи. Мы очень хотим, чтобы инвесторами стали как раз наши предприниматели. На экономическом форуме мы сможем с министерствами, ведомствами Российской Федерации подписать эти договора, потому что там же многие земли являются собственностью федеральной, либо краевую. И как раз вот у нас будут более точечные и более выверенные решения подписания договоров на инвестиционных форумах. Все проекты по развитию Лазаревского района будут презентованы на российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 17 февраля. Инга Габешия, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, Арак Таян, телекомпания ФКТ.